Всем привет, друзья! С вами Электрай, и вы смотрите прохождение Star Wars Jedi Academy. Так, только вот это вот мы сейчас удалим. То, что я тут уже испытывал. Убираем падавана, ибо игра сложноватая, и делаем себе твилочку. Ибо я себе хочу твилочку, скажем так. Надеть её поинтересней. Больше латексов. И, пожалуй, либо фиолетовый световой меч, либо голубой, как у Иннокена, либо зелёный, как у Юды. Хотя, я выберу, пожалуй, оранжевый. Эфис. Ответчик. Кунсул. Кстати, неплохой. Кстати, есть модификации, вроде бы, которые добавляют ничи, как у Дарта Вейдера и всякое такое прочее. Можно красный даже добавить. Но... Клинки. А пока погнали. Давным-давно в далёкой-далёкой галактике. Кстати, я тут язык поставил французский, а субтитры русские. Потому что на французском я играл в детстве. Мне так более ближе, так сказать. Через десять лет после битвы на Индоре остатки Империи продолжали отступать под натиском сил Новой Республики. Тем временем, Мастер Джедай Люк Скайуокер пытается восстановить на Евине 4 Академии Джедаев. В Академии Джедаев Орден Джедаев, как хранителей мира в галактике. Джейден Кор, способный ученик Скорус Канта, направляется в Академию после того, как ему удалось спасти невозможный собрать и того иметь джедая, не имея никакого опыта. Особенно чувствительное к силе у нас получается. Академии это происходит. Ужас тут будет... Каждый... Секвансир... Индии нуааа. Ужас там... Кажет. Ужас! Ужас! Что это будет... Орден! Мы в Академии в некоторых минутах. Это у нас, получается, легенды, скажем так, Кайл, Катарный и прочее. Ты слишком сильный, мы будем становиться джедаи. Управить звуки силы, производить лазер. Конечно, вы, вы уже есть. Я у вас будет один из этих псевдо-сабов. Я не сделаю это. Это более сильный, я хочу сделать хорошую впечатление. Вы посмотрите на бабу в латексе. А как все пошло, пардон за мат, взяла ножкой. Кто-то нас подбил. Тайный заговор, ребятки. Тайный заговор. Какая там баба? А вот и наша баба. Тоже твилочка. Ах ты жопа, какая шустрая. Что-то там сперло. Для этого задания нет инструкций. Джаден, мы не можем идти к нам. Покажите к нам. Покажите к нам. это я еще ни на скин включил дурнич кстати некоторые буду смело разрубаться кстати а что если реально включить а текст так русский попробуем попробуем на немецком о я все дела и 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 Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Все-таки немецкий... И снова... Французский... Кайл и Рена тут, конечно же, нет, поскольку это во мне пробуждение силы... Это Звездные войны здорового человека, а не курильщика... Сейчас, начинайте курсы... И что Ла Форс будет с вами... И одна тут Джейден стоит в обтягивающем латексе... Конечно, я такое сделал, но... Играть, если с вами Марко... Интересно... В смысле, ребят, кто знает, откуда я этот стих прочитал... Где он был... Напишите в комментариях... И лайк с вас... С тех, кто знает этот стих... Откуда он именно... Посмотрим, сколько нас, как говорится... Посмотрим, сколько нас, как говорится... Ну... Раз уж играть, то по-крупному... Я вам покажу вам о том, что вы прогрессируете, вы получаете новые силы. Вы можете использовать так же обскурное и так же верное. Но это не те силы, которые хороши или плохи. Это то, что вы используете. Каждый Джедай, естественно, более сильный для некоторых силов. Кстати, прикольно, у Джедвен там идет пал сам по себе. Смотрите, даже капли дождя падают на световой меч. И сразу эти идут, как его... Подблизки от меча... От испарения капель. Ну-ка! Тут можно всякие первые лица делать. А когда переключается на оружие тут еще можно будет оружием в шутере бегать. То уже стрелять от первого лица. То уже стрелять от первого лица. Я не жду. Рисусные лазеры, вы не считаете, что selbst в случае опасных чувств, даже когда он активен может изwoать из ситуаций сложную ситуации. Их может versão лучше в случае. Приятного аппетита, вы узнаете новые вопросы. По отношению к тому стиле, вам будет признаться вашим зрителем и разумеет его. Просто угрозим их ясно. Давайте. Конечно, я не знаю французский, но такая ностальгия для меня, еще раз повторюсь. Ностальгия, как говорится. Сейчас выбьем эту стену и боремся в прошлом. Для того, чтобы выйти и перейти в зону. Эй, Джаден! Это должно быть до конца моего курса! Очень прикольно его убирает и смечает. Что вы говорите так долго, Джаден? Ничего. Ничего не важно. Чтобы acceder в зону следующую, вы должны используя силу «Ариэр» для тирения в зону. Но вы не отдаёте свои руки. Не забудьте осуществить место. Когда вы в миссии и что вы перейдете на Порте Перуье, и вы найдёте свои руки. Бирог, отлично! Тут у нас ещё будет выступ в стене. Проблемы не всегда являются. Успокойся на сенсацион. Успокойся на сайте. Далее скорость, рывок, побежали, побежали, забыл отметить то, что у нас внизу с левой, это понятное дело, красная броня, зеленый щит, а голубая это у нас количество силы. Это делается вот так, ставим скорость и проскакиваем. Ну? О, я победил? Это не была победа. Извините, я... Это не для меня, что нужно сделать извинения. Это не страшно, вы говорите сами, что это не была победа. Эй, это просто благо, я не думал... Если этот дроид был так, как Лук, он мог бы убить Джадон. Но у вас есть ли? Джадон, я очень извиняюсь, я не подумал. Я просто пытался... Ублить это, Рош. Джадон, вы должны быть в порядке, но верно, мне кажется, это будет лучше избавиться от эмоций. Я понимаю, М. Катан. Я acceptаю вас, Рош. Хорошо, это решение. И помните, я, это Кайл. Да, Кайл. Конечно, Кайл. Хорошо. Хорошо. Вы должны быть в порядке, что вы говорите. Посмотрите, что это даёт. Да. Да. ПОЁСМЕНТОПИСМЕНТОПИСМЕНТОПИСМЕНТА. Маркар Агнус, у Сен-Юр-Сит, мертвый год в 5.000 лет. 5.000 лет? Вы серьезно? Конечно, вы серьезно. Когда вы работаете с учебниками, будьте внимательны на все информации о группе Афилюар Агнус. Конечно, Лук. Мы очень исключены в целом галактике. И мы думаем, что лучший способ учить и практикать. Все учебники могут нам помогать. Но как вы делаете партия с Иницией? Каэль будет выменить в большинстве этих миссий для вас инструкции и осуществления вашей безопасности. Отлично. Давайте-ка начнем, пожалуй, с деятельности наемников. Это выглядит довольно деликат, поэтому я буду с вами. С формами лица и более лица это Татуин. Ребят в предыдущем. Я буду делать свою enquête. Так, это какой-то способный в силе можно выбрать. Защита с того мечом. Попа-па-па. Государствование силы, удушья силы, молния силы, гнев силы, защита, обман, разумы, исцеление, поглощение. Пожалуй, я возьму либо молнию, либо удушья. Ладно, так и быть, возьму молнию. Тут мы можем выбрать оружие. Оружие номер один навсегда, пистолет, бластер и световой меч. Здесь мы, пожалуй, возьмем Е11. Как у имперских штурмовиков, тут еще есть обалит луки. Они регулирующая винтовка. И деструктор магнитных сигналов. А вниз пролистать нельзя. Термальный детонатор, знакомый всем по шестому эпизоду. Срыв пакет и навесные мины. А, может, еще второе оружие взять? Ну, тогда арбалет. Начинаем задание. О, а вот это будет весело. Кайло Катарум, кстати, стал прообразом Кассиана Андера из Звездной войны из Гоя-1. Я из Гоя-1 очень люблю фильм, так же, как и Хан Соло и ждущего Мандалореца. Да, конечно, мы искать, а ты в Кантину пошел. Молодца! Что-то набухался уже. О, так это ж чури. Ну, шо, повеселимся? Погнали! Сейчас я его настрою, господа. Кстати, вот так мы можем тут переключаться и повзрывать как следует. Ты где-то? куда побежал? Можно вот так вот удерживать и стрелять особой ахатом. Тяжелого бластера. Правую кнопку мыши нажимаю, удерживаешь и образуется крайняя мощь на мустрёх. Но я бы не сказал, что крайняя. так. Так. Понятно, правая кнопка держит, но держит двор стрелы, и он стреляет без задержки. Можно так вот зажать правую кнопку. а если левую, то он просто стреляет вперёд, а правую кнопку он отскакивает. Лазерная линдовка. Правая кнопка очередь, левая по одному. Очередь. Не. Левая кнопка очевидная, а правая кнопка идёт залп. как тут можно было так? Не, явно не так. В общем, не помню, потом разберёмся. Кстати, бросок правых на пеныши светового меча тоже использует силу. Ну да. Кстати, скоро выходит Star Wars Jedi Fallen Order по-другому. И он чем-то, мне кажется, по-стиллически будет напоминать Академию Митая. Возможно, я ошибаюсь, но надеюсь, на лучшее. Кстати, если установить тренер на бесконечную силу, то смолния силы на третьем уровне будет очень весело. Это уж точно. Когда она будет бесконечно выходить из рук и можно всех буквально сметать. И на третьем уровне молния силы буквально будет всех отметать просто в сторону. Ну-ка. И вот так можно казнить. Что? Удерживающее поле значит включилось? Ладно, будем его снимать. Тап Отключить буксирный луч, отключить буксирный луч. Устранить угрозы со стороны наемников. И так дверь у нас открыл. что? Бля, Тяжелый имперский упа. Так или если às 哪裡 п тряп пverts бах из двух ударов. Ну все, поперли, поперли сейчас. И проход у нас завалило. Вот так и пострелилось. Ну-ка. А, типа снайперскую топку на правую кнопку мыши и сильные выстрелы идут. Че там и думал? Черт. Блин. А вот это было плохо. Загрузить КТ. Ничего, сейчас попробуем еще раз. О, блин. Сейчас глянем как он вот это. Вот это уже лучше. Какая кнопка-то? А, эндер. Выкачиваем. И вот у нас буксировочные лучи. Что-о. Учая, лучше. Что-о. Черт. 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 ОК, это всё для фокус, теперь мы не сможем сходить. Еще двухсрочный ночь Сокола. Еще один последний километр. Так, вернулся к Тысячелетнему Соколу. Погнали. Шубака. О, вот ты где. Ходим, брудим, говно находим. Побежали. А, вот и Сокол. И еще. А, вот и Соколу. Гигантно! Ты где ходил, Кайл? Вообще-то пропустил! Ты думаешь, что он не хочет? Сюмар колт! Сюмар колт! Сюмар колт! Сюмар колт! Сюмар колт! Сюмар колт! Кайл мне рассказал, что случилось с Моссесни. Счастливо, что Чьюи был там. Но вы все равно отвечали. Мне кажется, что этот культ и их апперии будут более близко, чем я думал. Так, установление дроида. Один фермер Статуин недавно послушал разговор группы охотников за головами. Они говорили о культе ситхов в местной контине. Нашли, о чем говорить. И дроид фермера П-5 также записал этот разговор. К несчастью, он испугался и тут же продал дроида каким-то джавам, после чего покинул Татуин. Нам нужно заполучить этого дроида, пока джавы не стерли его память. Ты должен найти джав, купить дроида и вернуться в Академию. Это не должно быть джавы, но это вам будет возможность узнать обучение обучения. Кстати, прикольная отсылка насчет синего молока из четвертого эпизода. Повышаем молнию. Убираем оружейку. Ты джава. Так, мы собираемся. Что ж, всем большое спасибо за просмотр, ребят. Для вас сыграл Алекс Райт. Увидимся в следующей серии. Ух ты, какая молния. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok